16 марта у нас на дворе и сегодня мы займемся посадкой саженцев винограда, тех которых мы не успели посадить осенью. Расскажем некоторые особенности посадки вот таких саженцев. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Многие начинающие виноградари часто боятся высаживать вот такие растения, если еще недостаточно тепло. Но смотрите, у нас растения находятся в спящем состоянии, почки у них еще не проснулись. И поэтому высаживать их можно абсолютно в любое время, можно осенью, пока не замерзнет земля, можно весной, когда она отмерзла в любое абсолютно удобное время. Но если, допустим, даже у вас вот такие саженцы и они начали просыпаться, у них начали пробуждаться почки, да, такие растения уже высаживать, если у нас еще могут быть морозики, да, может быть прохладная погода, не стоит, потому что они стали пробуждаться. Если же они спят, почки закрыты, то смело можно заниматься посадкой. Ну и первый вопрос, нужно ли вымачивать корни? У вас изначально саженцы должны были храниться в тех условиях, чтобы корни находились во влажной среде, в слегка влажной, и не допускать подсыханий. В таком случае никаких вымачиваний не нужно. Другая ситуация. Если все-таки корни несколько подсохшие, то вымачивать или нет, зависит от времени посадки. Смотрите, сейчас середина марта. Мы понимаем, что еще месяц будет стоять достаточно прохладная погода, и нам надо, чтобы наши растения спали. В почве у нас влаги более чем достаточно, поэтому мы никакой вымачкой не занимаемся. Если вдруг мы высаживаем такие растения где-нибудь в конец апреля, начало мая, цифры могут варьировать в зависимости от региона, тогда, когда уже мы понимаем, что тепло, и растению нужно просыпаться. Да, тогда мы его вымачиваем некоторое время, сколько, ну пару часов водички подержите, чтобы оно набрало влагу и быстрее начало расти. Что еще нам нужно сделать перед посадкой? Обрезать корни, не бойтесь их обрезать. Подрезка корней будет стимулировать рост именно тех всасывающих корешков, которые будут кормить растения в сезон. Поэтому не боимся. Вот ладошка, сантиметров 10, чуть больше. Все, взяли, подрезали. Не надо этого бояться. И еще касательно корней, смотрите, вот здесь у нас по стволу тоже идут корешки. Их можно обрезать. Вот, примерно вот так. Вот здесь у нас основная корневая масса, уже вот эти можно оставить. А если здесь кто-то высоко, то можно обрезать. Но если вы этого не сделаете, ничего страшного не случится. Ну и здесь, видите, изначально уже более подрезанные корни. Тем не менее, все равно я собираю на втором саженце и тоже их подрезаю. Еще раз повторяю, это саженцы, которые мы садим себе. И мы все свои саженцы вот садим именно таким образом. И еще один важнейший момент. Перед посадкой снимаем бирку. Потому что в дальнейшем здесь может быть перетяжка, особенно если бирка какая-то типа проволочек. Здесь может быть перетяжка, и растение не сможет нормально развиваться. Все, наш саженец готов к посадке. Может еще появиться такой вопрос, нужно ли обмакивать корни во что-то. Кто-то рекомендует в глиняную болтушку. Можно, но не обязательно. Это уже по вашему желанию. Как вам, как говорится, хочется, какие у вас возможности. Мы высаживаем просто вот такие вот растения. Раскапываем ямку. Ямы у нас были заготовлены заранее, с осени. Мы ямы всегда готовим для посадки. В нашем регионе глубина посадки 25-30 см. И ориентируемся так. Если почва тяжелая, холодная глина, то 25 см. Можно даже чуть меньше. Если теплые песочки, то можно ближе к 30 см. В ямке мы сделали небольшой холмик. На него поставили наш саженец. Корешки расправили. И засыпаем земелькой. И важно, тоже мы всегда обращаем на это внимание. Не важно, садите вы зеленый саженец, либо вот такой вызревший. Чтобы пару почек находилось ниже уровня земли. Это ваша подстраховка на случай неблагоприятных условий. Если высота саженца не позволяет, значит садим под наклоном. Вот таким образом. Ну, либо в другую сторону. Тут уже не столь принципиально. Немножко притаптываем землю, но без фанатизма. И если есть возможность, то немножко пролить водой. Просто чтобы земля, скажем так, осела вокруг корешков. И поскольку у нас еще все-таки ранняя весна, еще тепло неустойчивое, желательно эту саженец укрыть. Можно укрыть вот таким образом. Это у нас осенние посадки укрыты. Либо насыпать вот такие небольшие земляные холмики. Можно такой, можно чуть больше. Смотрите, опять же, растение в спящем состоянии. И у нас уже не должно быть таких диких морозов, которые бы его повредили. Но на всякий случай, чтобы оно не слишком рано просыпалось, мало ли, какие будут погоды, какой, что. Мы делаем вот такую небольшую подстраховку. Ну а когда придет устойчивое тепло, мы этот холмик раскопаем. Благодаря сегодняшней посадке можем считать наш виноградный сезон открытым. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!